Всем привет, друзья! С вами я, Рэйч, и сегодня, друзья, будем разбирать уже другую историю. Но прежде чем будем разбирать, вы, друзья, набрали, в принципе, неплохое количество просмотров. Знаю, что я долго пропадал, поэтому, возможно, меня большинство уже не смотрят. Вот, друзья, меня сколько уже не смотрят. Поэтому, друзья, это нормально. Погнали! Ну и, конечно, после той стычки с призраком, он... Я взял отпуск и решил поехать покататься на лыжах. И вот, Линч едет в горнолыжный курорт. Он едет, и здесь в итоге вылетает какая-то птица, чуть его не сбивает, но Линч все же смог справиться с обравлением, но каким-то образом машина ломается, и он еле-еле как доезжает до заправки. Ну и, конечно, он там пьет чай, а ему в этот момент делают машину. И тут Линч говорит... Ну что там с машиной? Не туча мышь влетела под капот и замкнула электронику. Опять говорят о деревне. Но есть неподалеку деревушка. Можете остановиться там. Деревушка, значит. Ненавижу чертовы деревушки. Я их тоже. И тут Линч опять жалеет, что... Лучше бы сидел дома весь отпуск. Смотрел бы телек. Как Линч сказал... Никогда! Никогда больше не поеду в эти края! А Линч оказывается... Что-то кроме алкоголя. Не переношу его. Молодец! Уважаю. Ну и, короче, Линч заходит в бар и требует крепкого ему чая налить. Но здесь, конечно, житель заходит такой, весь в панике. И зовет, что... Говорит, что его ж не свинью сожрали. Вампиры уже начали жрать свиней. Вот, друзья, мы видим мертвую свинью. Вот здесь Джейкоб. И жители говорят, что... А что у него с кожей? Говорят, какая-то солнечная болезнь. И Линч говорит, что... Житель встал и пошел к Джейкобу. Якобы они здесь друзья. Но оказывается, это не так. Да с Джейкобом никто тут не дрожит. Во-первых, все боятся заразиться. И тут мы узнаем, что... Я не то чтобы вор. Но мой брат научил меня пользоваться внучками. У Линч есть какой-то брат... Какой, интересно, двоюродный, родной, троюродный, четвиюродный, пятиюродный... Неизвестно, но у него есть, оказывается, брат. По итогу Линч зашел в дом и, обсмотрев, полез сразу в подвал. В подвале он обнаружил, опять же, полумертвого жителя. Вампир проснулся и начал идти к своему обеду, так скажем. Линч успел спрятаться и здесь, когда вампир спустился, начал говорить. Наша раса вампиров будет править веками. Ага, вот что, оказывается, вампир нужен захват всего мира. Линч с трудом выбрался из дома и, конечно, пошел за телефоном. Но в деревне, оказывается, ни у кого нет жителей. И он пошел на заправку. Линч позвонил все же, но ему так, как бы, никто и не поверил. Ну, как обычно. Однако, на ноутбуке он узнает, кто такой вампир и как его убить. Вампир в мифологии народа Европа мертвец. По ночам стоящий из могилы или являющий в облике летучей мыши. Сосущ кровь у спящих людей, насылающие кошмары. Чтобы вылечить человека от вампиризма, нужно убить того, кто его заразил. Чтобы убить вампира, понадобится святая вода, осиновый кол, черебро. Но здесь, друзья, происходит легендарная встреча двух друзей. Линча и Джона. Эй, это ты журналист? Это еще кто такой? Что за очкорик? Они оба пошли в дом к Джону, и Джон рассказал свою историю. Меня зовут Джон. Местные называют меня чудиком. Не из-за моего вида, а из-за моих познаний. Переехал я сюда несколько месяцев назад. Я писатель. Выбрал эту тихую деревушку, чтобы закончить книгу. И все шло хорошо. Я писал свою книгу. Я даже хотел здесь остаться. Завел пару коров. Местные начали ко мне относиться нормально. Из этой истории мы узнаем, что Джон оказывается еще писатель. Джон сразу говорит. Расстановить Джейкоба. Пока есть шанс. У нас мало времени. Они уже и план придумали, как уничтожить этого вампира. И начали уже действовать. Джон сказал. Конечно справимся. У нас нет другого выбора. Походу он понимает, что если они будут бездействовать, то вампир как бы их тоже захватит. Они спрятались у Джона в доме. И просто начали изготавливать вот этот осиновый кол. Ну а Джон уже тренируется, как покрошить этого вампира. А? Как тебе такое, Джейкоб? Ать! Подутро они встали и пошли убивать Джейкоба. Но его там не оказалось. И как Джон сказал. Это тупырь умнее, чем кажется. Джон все же прав насчет жителей. Судя по всему, эти тупицы использовали склеп как склад. Ничего удивительного. У них в головах один лишь мусор. Они начали рассматривать склеп. И в итоге они нашли жителей. Только они были уже под гипнозом. У Джона появился гениальный план. Пойдем. Надо взять кое-что. Ну и конечно, всего ничего. Все просто. Мы взорвем склеп. Джон рассказал план. А Линчу особо как бы и не понравилось. Но почему я буду заманивать? Почему не ты? Потому что это мой план. Я его придумал. Да, весомый аргумент. Но все же они пошли исполнять этот план. Конечно, по дороге без возмущения Линча не обошлось. Как всегда, я делаю всю грязную работу. Я убиваю призрака. Я убиваю вампира. Все делаю я. Линч как обычно. Ладно. Быстрее начнем. Быстрее закончим. И быстрее я свалю отсюда. И вот, под эпичную песню они убили вампира. Получай. Джон оставил свои контакты, а значит мы его еще много-много раз увидим. В общем, мои контакты есть. Если наткнешься на какую-то нечисть, звони. Итог. Что если бы вампир смог бы победить наших героев? Он бы захватил бы все человечество. Но эта бы деревня была бы его, так скажем, королевством. Если бы эта летучая мышь бы не врезалась в машину Линча, тогда бы вампир бы возможно смог бы захватить деревню. Но в деревне же был Джон, поэтому Джон бы остановил. И Линч с Джоном бы так бы никогда бы и не встретились. Ну а Линч провел бы хороший бы отпуск. Ну что ж, друзья, с вами был я, Рэч. Не забывайте подписываться, ставьте свои лайки. И тем больше просмотров, тем скоро может выйдет еще новая часть. Всем пока.